Добрый вечер. Меня зовут Итсевич Василий. Я функциональный архитектор в команде VKID. Сегодня я вам расскажу про VK, про VKID, про путь тернистый, долгий, того, как мы ввели нашу авторизацию от авторизации ВКонтакте до авторизации всей группы. И мой личный путь в этой команде и в рамках этой фичи. Начнем с простого. Что же такое VKID? VKID — это система, которая объединяет все сервисы, которая позволяет пользоваться единой учетной записью, пользоваться авторизацией регистрации, восстановлением доступа, безопасно шарит данные между сервисами, а также делает общую систему восстановления доступа. Чтобы поговорить о том, как она зародилась, нужно вернуться в октябрь 2018 года. Тогда еще, естественно, ни о каком VKID не было и речи. В то время была старая авторизация ВКонтакте, которая существовала еще с 2011 года, с момента создания приложения VK. Она устарела со всех сторон. У нас стояла задача обновить ее. Во-первых, сделать ее соответствующей времени. Во-вторых, обновить UX. И, кроме того, на носу был VK.me, мессенджер ВКонтакте. Для него нужна была несколько иная авторизация. Не просто вход по логину, паролю, а вход по номеру телефона. Тогда я был разработчиком ВКонтакте, iOS-разработчиком. Это была практически моя первая крупная фича, которую мне доверили. Через 1-2 месяца мы обновили авторизацию. Мы не только обновили ее дизайн, но также вынесли ее в отдельные SDK. Добавили возможность изменять порядок шагов, таким образом добавив возможность кастомизации. Кроме того, появилась возможность обмениваться авторизациями через защищенное хранилище. Например, авторизовавшись ВКонтакте, а после этого запустив мессенджер, вы могли увидеть свое аватарку и имя и буквально в один клик авторизоваться. После обновления авторизацию отложили в долгий ящик. Она работала и ладно. Вернулись мы к ней только спустя год. Конечно же, не обошлось без проблем. Во-первых, это было отсутствие документации. Приходилось буквально смотреть старый код, разбираться, какие методы вызывались, когда, что, зачем. Это было очень долго и нудно. Кроме того, мы в первой итерации покрыли статистикой ее не очень качественно. Из-за этого в дальнейшем мы несколько пострадали, пришлось добавлять больше статистики. Мы не сразу понимали, какие у нас есть узкие места. Что я вам могу посоветовать? В первую очередь, плохая документация лучше, чем полное ее отсутствие. Даже если у вас есть всего лишь несколько разрозненных кусочков информации, это лучше, чем ничего. Эти кусочки дадут вам какую-то опору, какую-то почву, с которой вы уже более просто нырнете в код и будете знать, в какие места вам смотреть. Во-вторых, если у вас нет времени на то, чтобы писать полноценную документацию, пишите хотя бы взаимодействие между клиентом и сервером. Диаграмма последовательности займет полчаса, максимум час, но в будущем, когда вы или другой разработчик вернется к этой фиче и начнет ее обновлять, он скажет вам спасибо, потому что будет какая-то опора, какие-то данные, будет хотя бы понятно, какие методы искать в коде и в какие функции смотреть. Конечно же, блочная структура — наше все. Когда вы выбираете архитектуру, выбираете такую, которая позволит вам разбить вашу программу на какие-то более или менее независимые части. Даже если у вас не будет заложена универсальность сама по себе, тем не менее, сама по себе блочная архитектура даст возможность более просто ее внести, когда она понадобится. Как такового VKID на тот момент еще не было. Это была просто авторизация ВКонтакте, которая умела то, что умеет любая уважающая себя авторизация. Это, конечно же, вход по логину, паролю, удаление, восстановление учетной записи, восстановление доступа, блокировки. Помимо ВКонтакте, эта авторизация, эта SDK была встроена в приложение Лавина. Это был первый, так сказать, потребитель нативной авторизации ВКонтакте. Спустя год, в сентябре 2019 года, мы снова вернулись к нашей авторизации. Дело в том, что к нам пришло два сервиса, которые хотели ей воспользоваться, но тех возможностей не хватало для них. Это была Маруся и Юла. Маруся хотела очень простую авторизацию по номеру телефона, чтобы, если пользователь не авторизован ВКонтакте, чтобы он мог просто ввести номер телефона, ввести смс-ку и попасть внутрь. Это было ее главное требование. Юла же хотела показывать аватарку ими внутри своего приложения, таким образом увеличивая конверсию и подталкивая пользователя к авторизации. Это был вызов, но мы увидели в этом новые возможности. Мы увидели, что если мы сделаем это, то сможем предлагать авторизацию уже не ВК, а ВК-ИД. Как какую-то единую точку входа мы можем предложить ее другим сервисам. Ведь авторизация по номеру телефона и быстрая авторизация, когда пользователь видит аватарку и имя, это то, что может бустить конверсии и давать толчок продуктам. Как я уже сказал, основные изменения были следующие. Во-первых, нам нужно было отделить ВК-ИД от ВК. Учетная запись, которая создается при входе в Марусю или Юлу, должна была быть отдельной от ВК. Не должно было создаваться страницы пользователя, ведь пользователь регистрируется не ВК, верно? Во-вторых, нам нужна была быстрая авторизация, так называемая, как на вебе, так и на клиентах. Конечно, когда пользователь авторизуется в приложении одной группы, это реализовать просто. Но если приложение находится в аккаунтах разных разработчиков, то это уже вызывает некоторые проблемы. В-третьих, нам нужно было сделать авторизацию по номеру телефона. Это не такая тривиальная задача, когда до этого все аккаунты имели пароль. Ведь если мы даем доступ к копии ВК, то у пользователя появляется возможность получать все данные со страницы. Если же мы даем доступ только по номеру телефона, то безопасность страницы страдает. А значит, мы должны сделать какие-то контрмеры, чтобы сохранить безопасность. Естественно, этим не ограничивалось. Уже с самого начала нам было понятно, что нужно будет добавить личный кабинет пользователя. Место, где он сможет управлять всеми своими приложениями и своими данными. И кроме того, нужна будет дорегистрация, так как пользователь, регистрируясь в Юле, вводит только имя и фамилию. А ВК нам нужно еще пол, дата рождения. И при первом входе ему нужно будет каким-то образом эти данные ввести. Мы были очень оптимистичны и считали, что, ну, три, максимум четыре недели, и все будет готово. Мы отдадим SDK сервисам, они встроят, зарелизят, все будет шикарно. Естественно, это было не так. Естественно, это затянулось на долгие месяцы. Были постоянно растущие требования. И в каждый момент нам казалось, что, ну, вроде бы все готово. И каждый раз эти ожидания разбивались и реальность, когда появлялась очередная хотелка, и мы понимали, что, блин, ну, нет, нам нужна еще неделя, еще другая, чтобы что-то доделать. Что я вам могу посоветовать? Во-первых, фиксируйте требования, двигайтесь итеративно. Это сбережет вам очень много седых волос. Увы, у нас такой возможности не было. Во-вторых, убедитесь, что все, что вы делаете, все нужно. Режьте все лишнее. Любая фича, любая строчка кода, которую вы написали, которая оказалась ненужной, двигает вас от цели, отдаляет от нее. Проходит несколько месяцев. Наступает ноябрь 2019 года. Появляется новость, которая будоражит нас. Mail.ru запускает аналогичную систему Mail.id. систему для авторизации пользователей через аккаунт Mail.ru. Для нас это было чем-то вроде личного вызова, потому что ВКонтакте всегда имел некоторую автономность. Но мы понимали, что если Mail.ru действительно станет системой единой авторизации, то это затронет и ВКонтакте. И, глядишь, через пару-тройку лет вход во ВКонтакте будет осуществляться через Mail.id, чего нам не хотелось. Мы вооружились объективными данными. Мы посмотрели, что во ВКонтакте пользуются больше пользователей, проводят в нем больше времени, у нас больше данных. А кроме этого, ВКонтакте как бренд имеет лучшее отношение пользователей, чем Mail.ru. Спустя долгие прения общения с топ-менеджментом, обсуждения, было принято решение, что да, в ВК.id быть. Чем же это вылилось для нас? Во-первых, появилась отдельная команда ВК.id, которую, кроме того, усилили разработчиками из Mail.ru. ВК.id стал центром экосистемы Mail.ru. Было принято решение, что он станет системой единой авторизации и что он будет встраиваться во все проекты на тот момент экосистемы Mail.ru Group. Кроме этого, мы формировали SuperUpKit. Это SDK, в который входил не только ВК.id, но и другие сервисы, другие SDK, которые позволяли расширить функционал приложений, позволяли превратить любое приложение в своего рода SuperUp. Прошло еще пару месяцев. Прошел новый год, наступил 2020 год. Мы все еще делали ВК.id. Он все еще не зарелизился. Для нас это было чем-то вроде вызова. У разработчиков начали сдавать нервы. Начались проблемы из-за того, что мы в течение уже стольких месяцев пилили продукт, но он все еще не попадал на прот. Начались выгорания и демотивации. Однако в мае, 26 мая 2020 года, вышла версия 1.0. Все шло так долго, потому что внезапно оказалось, что авторизация — это непросто, что авторизация — это сложный продукт, в котором очень много экранов, очень много взаимодействия и очень много бизнес-логики. Перед вами схема взаимодействия экранов. Казалось бы, что такого? Вот номер телефона, вот логин, пароль. Ну вот здесь мы ввели имя, фамилию. Кажется, на этом все. На самом деле нет. На самом деле это десятки экранов, объединенные сложными связями. И это еще не от рестора. Поэтому это заняло очень много времени. Кроме того, помимо Маруси и Юлы, мы достаточно быстро начали работать и с другими сервисами. И это была отдельная боль. На тот момент я был менеджером проекта в команде VKID. И кроме того, что я общался с командой, я еще общался со всеми сервисами. На тот момент их было всего шесть, но уже шесть сервисов приносили очень много боли. Дело в том, что мы вроде бы двигались в одном направлении, но на тот момент еще не было полного понимания того, что VKID — это что-то важное и нужное. Сервисы в некотором роде сопротивлялись интеграциям, откладывали их, не очень охотно пытались вникнуть в то, что им нужно делать. Однако к тому моменту, к середине 2020 года, мы интегрирулись уже в шесть сервисов. Помимо Маруси и Юлы, это были Delivery Club, CityMobile, Atom и Combo. Мы добавили быструю авторизацию, вход по номеру телефона, вход через OAUS, дорегистрацию, личный кабинет и миграцию. Нашими проблемами было низкое качество внешней документации, огромное количество коммуникаций и то, что работы на менеджерах было больше, чем они могли вытянуть. Что я вам могу посоветовать? Во-первых, если вы работаете с документацией, хотя бы одну из них напишите с техническим писателем. Он покажет вам типичные слабые места. Вы поймете, что делает хорошую документацию хорошей. И даже если все последующие документации вы будете делать самостоятельно, их качество намного увеличится. А если документация более качественная, то к вам меньше вопросов и у вас меньше работы. Во-вторых, пишите регламенты по всем процессам, которые у вас происходят. Дело в том, что если у вас нет регламентов, то любой найм нового человека — это найм человека, которому придется, во-первых, все рассказать словами, все рассказать самостоятельно. Во-вторых, вам придется, ему придется вникать во все, придумывать, как делать, что делать. Если же вы напишите регламент, вы сможете дать его вновь нанятому человеку. И у него будет какая-то база, какая-то основа, с которой он сможет работать. И ему не придется заново выдумывать, как ему работать. Он сможет сразу сходу пытаться придумывать что-то новое и делать ваши процессы лучше. Также следите за тем, что вы справляетесь с тем объемом работы, который у вас есть. У меня была такая забавная история, что я в какой-то момент начал прокрастинировать. И я очень сильно себя корил за это. А после мы наняли человека, с которым я разделил свои обязанности. И одни и те же обязанности теперь выполняли два человека. Но мы все равно оба зашивались, и оба не успевали. И оказывается, что прокрастинация была лишь защитным механизмом, а не моей ленью. Наступает август 2020 года. Первые интеграции прошли успешно. Команда на подъеме. Основной функционал, который нужен для VKID, готов. И мы сталкиваемся с другой проблемой, что окей, сейчас сервисов шесть, а завтра их будет десять, а послезавтра — двадцать. А через полгода мы захотим выйти за пределы Mail.ru Group и интегрироваться во внешние сервисы, а тогда их может стать сто. И один человек никаким образом не сможет справиться с этим потоком. Было принято решение создать команду интеграций. Я потратил несколько недель на то, чтобы написать флоу того, как должны интегрироваться сервисы. Просмотрел доки, написал большую внутреннюю доку о том, что, когда и где мы должны сделать. И мы начали нанимать людей. Достаточно быстро мы наняли трех человек, которые стали менеджерами по интеграциями, или их еще называют техническими пресейлами. Мы разгрузили наших разработчиков, и интеграции пошли с новой силой. Уже одновременно мы могли сделать не шесть интеграций, а двадцать или тридцать. Пускай они все еще шли так же медленно, но когда у вас идет тридцать интеграций медленно, намного больше шансов какие-то из них закончить. Команда разработки тоже расширялась. Не только потому, что у нас появлялись новые фичи внутри МРГ, но и потому, что мы хотели выходить наружу и делать СДК для внешних партнеров. Это отдельная большая фича, отдельная большая проблема, потому что возникают вопросы безопасности. Когда вы делаете что-то в контуре своей компании и можете проверять с помощью информационной безопасности, что все в порядке, вы можете позволить себе вводить пароль в нативной форме. Но когда вы сдаете СДК наружу, вы уже не можете этого сделать. Поэтому нужно переводить пароль в WebView. Если вы переводите пароль в браузер, то вслед за ним и другие экраны тоже перейдут в браузер. А раз так, зачем их держать в СДК? Одно за другим лавиной. Это приносит много доработок и большой объем работы. К концу 2020 года из свечей мы добавили только валидацию номера. Но мы добавили еще шесть сервисов. И одни из самых крупных — это, конечно же, мейл и одноклассники. На тот момент авторизация в них была лишь только кнопкой, но это уже был большой шаг для нас. И теперь мы переходим для нас к самому сложному. Когда вы делаете авторизацию для Маруси, все просто. Вы сделали авторизацию по номеру телефона, и у вас все хорошо. Когда вы делаете авторизацию для Юлы, вам уже сложнее. Потому что Юла знает, чего она хочет. Юла следит за своими конверсиями. Она просит какие-то уникальные доработки. Когда вы делаете авторизацию для таких сервисов, как Mail.ru или Одноклассники, то вам становится намного-намного сложнее. Потому что это сервисы с десятками миллионов пользователей, с выверенными воронками, с идеальными конверсиями, со своими системами антиспама, антибота. И вам нужно сделать как минимум не хуже и подружить эти две системы. Например, у вас на экране сейчас всего лишь одна схема. Одна из буквально трех или четырех, которая уникальна для Одноклассников и Mail.ru. Нам приходится тратить очень много времени на то, чтобы сделать так, чтобы все эти системы жили вместе, дружно, чтобы для пользователей сохранился простой путь для авторизации регистрации, но в то же время, чтобы это все оставалось безопасным и конверсионным. В начале этого года мы успели интегрировать еще семь сервисов. Мы уже начали интегрироваться с внешними сервисами. Добавили в антаб кнопку и шторку, которая позволяла использовать готовый компонент, чтобы авторизоваться в один клик. И добавили возможность для Юлы поставить собственные данные в авторизацию, чтобы когда мы потянули аккаунт из ВК, вы увидели не Дарью Иванову, а Дарью Ноготочки, так как вы записаны в Юле. Естественно, на этом этапе были свои проблемы. Во-первых, мы столкнулись с ростом требований к авторизации. Мы теперь уже не могли бежать вперед четыре раза быстрее и стали еще больше внимания уделять качеству. Если раньше оно было параллельно с разработкой, то теперь практически все наше время уходило на то, чтобы улучшать существующее. У нас появилось большое количество уникальных доработок, не только связанных с одноклассниками и mail-ом, на которые у нас уходило много времени. Кроме этого, у нас появилась необходимость проводить АБ-тесты и в больших количествах. Что я вам могу посоветовать? Во-первых, если у вас растет команда, вам следует своевременно менять команды из платформенных в FullStack. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. И если вы планируете развивать свой продукт, добавляйте в него больше статистики и заранее готовьте его к запуску АБ-тестов, потому что АБ-тесты ваши лучшие друзья. Они позволяют вам понять ваши метрики, понять то, что для вашего продукта хорошо, а что наоборот плохо, не делать что-то слепую. Что ж, наступает май 2021 года. Совершенно внезапно для нас в команде оказывается уже не 4 человека и не 10 человек, а более 50. И все эти 50 человек по-старому организованы в обычной платформенной команды. Все они разделены на две большие группы, на VKID и на SuperAppKit, внутри которых есть обычные iOS, Android, Web и Backend команды. Внезапно эта структура перестает работать. iOS делает что-то свое, Android делает что-то свое, потом тестировщик начинает проверять, понимает, что на одной платформе сделано по одному, на другой по другому. Web вообще безнадежно отстает. И на то, чтобы сводить это в кучу, требуется неделя, две или три на каждую фичу. Это совершенно неадекватно. Мы подумали, что мы сможем это все исправить, если вместо платформенных команд сделаем full-stack команды. Мы перераспределили разработчиков. И теперь они работали в пяти full-stack командах. В единых технологиях, которые отвечали за какие-то общие решения. В авторизации регистрации, которая отвечала непосредственно за flow. Личный кабинет восстановления доступа. Команда интеграции, которая делала какие-то уникальные вещи для каждого сервиса. И продукт, который отвечал за Марусю, виджеты и платформ. Я же, в свою очередь, стал руководителем не только команды интеграции, менеджеров по интеграции, но также команды разработки, чтобы укоротить тот путь между задумкой и фичей, которая оказывается на проде. Мы подключили еще восемь сервисов, а также добавили экосистемный дашборд. Единую точку во всех сервисах, где пользователь сможет перейти в другие сервисы экосистемы. Естественно, мы столкнулись с проблемами. Мы думали, что перекопановка команд сама по себе избавит нас от множества проблем. Однако это вышло не совсем так. Действительно, часть проблем была снята, но процессы все равно были не идеальны, и процессы все равно приходилось тюнить. Команды же тоже не с первого раза организовались корректно. Например, команда интеграции прекратила существование уже спустя всего лишь три месяца, потому что оказалось, что непосредственные интеграционные задачи закончились. По крайней мере, их стало не хватать для того, чтобы загрузить на фуллтайм целую команду. В этот раз я вам не дам никаких советов, потому что мы еще в процессе преодоления этого этапа. Он еще не закончился для нас, поэтому у нас нет каких-то готовых решений, которые мы бы готовы были вам дать. Что ж, и мы пришли в настоящее время. Я ушел с поста руководителя команды и стал функциональным архитектором, потому что захотел больше сфокусироваться на решении каких-то задач, на проработке каких-то кейсов. И сейчас хочется рассказать, что же такое VKID. VKID — это больше 40 миллионов пользователей, которые пользуются им вне соцсети ВКонтакте. Это 72 человека в команде, которые каждый день работают над тем, чтобы система авторизации стала еще лучше и еще безопаснее. Это 29 сервисов, которые уже пользуются VKID и где вы уже можете авторизоваться в один клик. Был ли наш путь легким, был ли наш путь безошибочным? Конечно же, нет. Для нас это был ценный опыт. Мы ошибались, спотыкались, вставали и шли дальше. В каждый момент времени нам казалось, что мы делаем оптимальные решения, но спустя время мы понимали, что мы приобрели опыт, который показал, что те решения не были оптимальны. Возможно, какие-то вещи, которые я вам рассказал сегодня, помогут избежать ошибок, и ваш путь в ваши продукты станет более безболезненным, более гладким. Несколько советов, которые вы, возможно, сможете забрать с собой. Используйте блочную структуру в архитектуре вашего приложения. Промежуточные итерасы упростят вам жизнь и смогут помочь лучше сфокусироваться на задачах. Документация необходима. Она поможет вам в будущем. Не прямо сейчас, но когда вы вернетесь к этой фичей, будете ее дорабатывать. Регламенты не всегда зло. Они, казалось бы, добавляют бюрократии, но в то же время они добавляют структурность и уменьшают хаос, который со временем только нарастает. А команды можно реформировать из FullStack и обратно платформенные, или же реформировать просто под конкретную задачу, которую вам понадобилось сделать именно сегодня. На этом все. Спасибо вам за внимание. С вами был Яцевич Василий, функциональный архитектор в команде VKID. Продолжение следует...